Привет, друзья! Сегодня понедельник, и это означает, что новая жизнь начинается прямо сегодня. И я хочу рассказать тебе о том, каким образом избавиться в твоей жизни от черных пятен. Потому что каждый день с нами что-то происходит. Происходят различные ситуации, иногда они более позитивные. Но если спросить у тебя, что сегодня с тобой было не так, ты наверняка расскажешь о каких-то вещах, где кто-то тебе что-то сказал плохое, где что-то произошло не очень хорошее и так далее. Так получается, что мы концентрируем свою голову на чем-то не очень хорошем гораздо легче, чем на чем-то плохом. И потом удивляемся, почему с нами происходят какие-то негативные истории. Поэтому сегодня у нас будет настоящая зачистка. Не смотри на проблему, а ищи ее решение. Запомни это. Самая главная установка на эту неделю звучит так. Могу делать и буду делать. И никак иначе. Образ мышления. Вот ключевой фактор, который отличает тех людей, у которых получается, от тех, у которых не получается. Думать нужно по-другому. Помнишь, мы с тобой уже об этом говорили. Перестань все делить на негативное и позитивное. Потому что то, как ты это все делишь, так с тобой и происходит. И если ты считаешь, что непременно за белой полосой должна идти черная полоса, то так этому и быть. Но на самом деле это неправда. Почему с нами происходят какие-то негативные вещи? Потому что мы перестраиваемся на полосы негатива. Мы идем, например, и думаем, ой, черное окошко, это не к добру. Или, например, ой, как всегда я обляпалась. Я такая вообще неаккуратная. Или такой неаккуратной. И каждый раз, когда мы фокусируемся на том не очень хорошем, что с нами происходит, мы как будто бы встраиваемся на эту волну и все это накатывается, накатывается, накатывается. И потом, едва успев выйти из дома, мы говорим, сегодня не мой день. Наверное, мне сегодня нужно вернуться. Вместо того, чтобы быстро переключить свое внимание на том, что а солнце же светит, а красивая я какая сегодня. Зачастую каждый день со многими случаются какие-то ситуации, где происходят ссоры. Ну, например, муж с утра сказал, что это страшненько сегодня, и ты на него обиделась. Или наоборот, не сделал комплимента, ты очень хорошая. Или, я не знаю, любимая женщина с утра не сделала то, чего ты ждал. И ты думаешь, день как-то не задался. На самом деле, с нами очень часто действительно происходят какие-то ситуации, в которых мы считаем, что мы жертва, что кто-то нас обижает. И бывает такое, что ты выходишь, и какой-то человек говорит тебе что-то очень неприятное, и он как будто бы цепляет. На самом деле, он хочет тебя зацепить, он хочет тебя включить. Но, если ты в этот момент начинаешь, там, когда тебе наступили на ногу кричать, бог, зачем вы наступили мне на ногу, вообще, какой сегодня плохой день, и вы вот все такие негативные люди, то ты в этот весь конфликт включаешься, и так получается, что ты начинаешь жить этим негативом. И все вокруг вот так вот с тобой сталкивается. На самом деле, если ты видишь дурака, отойди в сторону. Если мужчина сказал тебе, что ты сегодня какая-то гаденькая, расснись и уйди, потому что у него сегодня плохой день, а не у тебя. В тот момент, когда ты включаешься вот в эту негативную ситуацию, к огромному сожалению, ты становишься донором. Ты отдаешь свою энергию, ты переключаешься на весь негатив, и все плохое, как магнит, начинает на тебя намагничиваться. Поэтому правило простое. Если ты хочешь, чтобы черные пятна ушли из твоей жизни, перестань фокусироваться на плохом, а вместо этого начни фокусироваться на всем хорошем, что у тебя есть. И всякий раз, когда тебе хочется включиться в конфликт и сказать, сам дурак, сама дура, не надо этого делать. Как говорится, не вступай, и не будет тебе неприятного аромата. Я надеюсь, что этот совет очень хорошо сейчас дойдет до твоей головки. Головки, о, головки, б***ька, головка. Я надеюсь, что ты хорошо усвоишь этот совет, и в течение недели будешь себя регулярно контролировать, дабы не концентрироваться ни на чем негативном, а наоборот, видеть во всем только прекрасно. И увидишь, тебе это непременно понравится, а приятные ситуации и все только белое и пушистое начнет с тобой случаться все чаще. Ну, в общем, у тебя есть неделя на то, чтобы проверить, а ровно через неделю будет такое.